Необычно встречали гостей на открытии нового салона отделочного материала формата Ремарт Хоум. На пороге всех ждали персонажа античной комедии Мимы, и сразу становилось понятно, что ты попал в мир уточенного стиля. В салоне все продумано до мелочей и устроено для удобства клиентов. Выбор отделочных материалов огромен. Здесь представлен целый спектр обоев на любой, даже самый притязательный вкус. Отметим, что пока это первый магазин в Шимкенте. Весь спектр предоставленных товаров в компании Ремарт Хоум проходит определенную сертификацию. На территорию Казахстана поступают только экологически чистые продукты. Те компании, с кем мы работаем, это европейские производители, также есть из Азии. Мы можем предложить эксклюзивный материал для тех людей, которые устали от обыденности, хотят что-то новенького. Мы можем предоставить эксклюзивные обои, которые будут изготавливаться только под них. Из салона Ремарт Хоум уйти с пустыми руками вряд ли получится. Здесь представлен и большой ассортимент напольных покрытий. От ковролина до ламината 33 класса, который предназначен для укладки в общественных помещениях. Ассортимент нас полностью устраивает, потому что здесь современные тенденции все наблюдаются. И очень часто обновляющийся ассортимент дает нам возможность как-то обновлять свой стиль, свои интерьеры. И опять-таки говорю, клиентам это разнообразие очень нравится. Оделочный материал от Ремарт Хоум в Шемкенте сегодня это уникальная площадка для работы как дизайнеров-архитекторов, так и для обычных покупателей. Потому что непосредственно сами руководители, Александр Кузинов и вся команда, которая работает вместе в создании Ремарт Хоум, вкладывает огромные силы для того, чтобы обеспечить рынок самым лучшим товаром по качеству, по дизайну, для того, чтобы опять же создавать неповторимые интерьеры. В салоне Ремарт Хоум созданы все условия для работы дизайнеров. Есть свой сайт, где можно познакомиться со всем ассортиментом и подобрать для себя необходимый материал. Кроме того, компания работает над тем, чтобы каждый покупатель имел возможность получить при подборе отделочных материалов дизайнерскую поддержку. Продолжение следует...